Привет, дорогие друзья! Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Пожелать всем огромного счастья и здоровья! Вы на канале Ливудский Хаус. Канал посвящен строительству частного дома, где я постараюсь вам рассказать все основные этапы строительства и с теми трудностями, с которыми можно столкнуться в ходе строительства дома. Сегодня мы немножко поговорим о электричестве, точнее, как правильно, оформить заявку на технологическое подключение за 550 рублей. На сегодняшний момент технологическое подключение за 550 рублей, то есть на льготных условиях, могут выполнять физические лица, которые будут использовать электроэнергию третьей категории надежности, максимальное напряжение, максимальная мощность напряжения, которые до 15 кВт включительно, и которые будут использовать электроэнергию сугубо в бытовых целях, то есть никакой коммерции. И вот оставшийся самый главный пункт, который нас интересует, это расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства. Это расстояние должно быть, если участок находится в городской черте или в поселке городского типа, до 300 метров, если в сельской местности, то 500 метров. И теперь самое главное, определить вот это вот расстояние. Сетевые организации говорят, что это расстояние должно быть по прямой. А как его определить? Тут, наверное, комплексно надо подходить к этой проблеме. Первое, что я посоветую, это, наверное, зайти на сайт Россети, именно непосредственно в свою местность. У них имеются такие карты технологического подключения, где расставлены основные трансформаторы с максимальной мощностью, к которым можно подключиться. Это, наверное, первый шаг. Второй шаг – это будет посмотреть просто карты Google или Яндекс и понаходить там столбы, так сказать, линии электропередач, ближайшие к вашему участку. Третий, наверное, шаг – это переехать на местность, уже определиться, посмотреть, что это за линии, к кому они относятся, потому как они могут не входить в баланс электросетевого хозяйства. И пораспрашивать можно даже соседей, как подключались, где подключались, почему подключались. Ну и четвертый шаг – это поехать в местную администрацию и у них уточнить, на каком балансе, где какие находятся электросети. Наверное, как-то так это надо поступить. Но этот вопрос надо очень хорошо отработать, потому как он может повлечь в очень финансовые потери. То есть, если расстояние будет немного больше, сумма, как я уже почитал, варьируется от 300 тысяч до миллиона рублей. А это существенно, поэтому надо разобраться с этим вопросом сразу. Еще до покупки участка. Как я в предыдущем видео вам говорил, тоже надо необходимо узнать глубину скважины, на которую будет приблизительно пробиваться. Это на сайтах. В общем, я не буду про это рассказать. Ссылка на это видео. Смотрите выше. Вот. Просто обратите внимание на этот вопрос. А мы сейчас займемся оформлением, как правильно оформить заявку на технологическое подключение. Я буду это выполнять с помощью сайта LEN.Energo. Потому что мы здесь находимся. Я думаю, это не сильно будет отличаться от других областей. Поэтому покажу на примере нашего LEN.Energo. Поехали. Прежде чем перейти к оформлению заявки, я этого уже показывать не буду, вы должны зарегистрироваться. Зарегистрировать свой личный кабинет. И уже, когда вы зайдете в личный кабинет, из него уже можно оформлять заявку. Этого показывать не буду, потому что там предельно просто все. Мы сразу непосредственно уже перейдем к оформлению. Так. Перейдя в личный кабинет, мы нажимаем создать заявку. Выбираем тип заявки. Новое присоединение. Либо увеличение мощности. Это если у кого-то, допустим, было 5 кВт, можно увеличить еще 10 кВт. Но суммарно должно быть не больше 15. То есть 15 это включительный максимум. Мы выбираем новое присоединение. Категория надежности для DGS. Для индивидуального жилого строительства. Третья категория надежности. Здесь мы ставим 15 максимальной мощности. Данные заявителям. Здесь мы вбиваем все свои паспортные данные. И номен свой. Имя, фамилия, паспортные данные и регистрацию. Это все. Тут все предельно понятно. Ничего сложного. Данные объекта. По данным объекта. Выбираем, где у нас в городе находится или в области. Ну пусть. Давайте найдем. У нас где-то вот объект здесь находится. Допустим. Выбираем наш объект. Автоматически перевязывается. Далее мы из выписки EGRM ставим кадастровый номер свой. Здесь на именование объекта выбираем индивидуальное жилое строительство. Избираем жилой дом. Так. Уровень напряжения. Мы либо выбираем здесь 220, либо вот 380. 0,4 киловатта. Так. Характер нагрузки. У нас иные виды деятельности. Выбираем. По этапам строительства ставьте максимальный срок выполнения технологического подключения в течение 6 месяцев. Поэтому, я не знаю, тут сроки какие-то ставьте. Мне кажется, даже любые. Ставьте, например, апрель-май, когда вы будете выходить на площадку. Тут ничего сложного. Тут выбираем организацию, которая будет. У нас здесь представлена не только петербургская сбытовая компания. Договор. Теперь какие документы еще необходимо прикрепить в борт. Если вы являетесь гражданином иностранного государства, то вам нужен еще нотариальный перевод паспорта. Именно тех страниц, где будет имя, фамилия, регистрация и кем выдан. Вот эти вот переводы страниц обязательно нужны будут. Потом выписку из ЕГРН, как видите, она должна быть не старше одного месяца. То есть, если она будет постарше, вас попросят предоставить плаву. И необходимо, знаете, что еще вам будет сделать ситуационный план. Для этого я заходил вот в публичную карту. Ссылку я оставлю у вас под описанием видео. Здесь вот смотрите, берете, находите свой участок, нажимаете на него. Здесь я оставлял улицы основные, чтобы понятно было, где перевязываться. Хотя она здесь все прописывается четко. И просто вот ножницами так вот брал и вырезал ножними планчик. Файл сохранить карту. Сохраняете на компьютере и его прикрепляете. Здесь в личном кабинете все вот эти вот документы. Ну и что у нас остается вот. Поставить везде галочки и подать заявку. Все, на этом все завершается пока первый этап, который необходим был сделать. Затем в течение трех дней электросетевая организация будет рассмотреть вашу заявку. Если там будет не хватать каких-то документов, она вас оповестит. После того, как вы подали заявку, здесь у вас, смотрите, вот у вас многие заявки есть. Будет отображаться ваша заявка. Вот номер заявки. И здесь вот, когда вы зайдете в эту заявку, оно у меня, конечно, уже выполнено, исполнено. Ну, здесь будет указан перечень недостающих документов. Даже если вы этого не заметите, они позвонят вам, обязательно всегда известят. И тут тоже вот, как бы, получается, уже пропадает. Тоже была конополька, где можно было докреплять необходимый документ. То есть это все происходит онлайн. Все, все необходимые документы. Вы им докидываете. Далее потом, если вы в течение 20 дней никаких действий, то есть если каких-то документов не хватало, и вы в течение 20 дней ничего не подтвердили, не предоставили, ваша заявка будет аннулирована. Ну, если вы прикрепили все, и у вас все хорошо, тогда сетевая организация в течение 10 дней подготовит для вас и вышлет к вам также вот в заявку. Там у вас будет, смотрите, какой перечень документов. Это будет типовой договор, счет для внесения оплаты, технические указания, инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действий заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии и мощности на розничном рынке. Вот эти документы все вам подготовит сетевая организация, и вам, и вы должны будете в течение 5 дней это все рассмотреть дается вам шанс. И вот обратите внимание на сумму, то есть технологически, посмотрите технические условия, на каком расстоянии определили все-таки ваши сети, чтобы эта сумма не вылазила, как я говорил, чтобы она была в 550 рублей, а не вылетела за 300 или за миллион. Поизучайте вот эти договоры, все эти технические условия. Если вы со всем согласны, вы просто переводите на счет оплаты 550 рублей, если это эта сумма, если другая, никаких оплат производить не надо. Если вы производите оплату, то и вы подпишитесь под этим договором. Этого делать не надо. Пять дней вам на это дается. Если вас все устраивает, просто переводите 550 рублей на счет оплаты. Все. Теперь сетевая организация обязуется в течение 6 месяцев выполнить технологическое подсоединение. К вашему участку. Смотрите, теперь вот, если мы зайдем на главную страницу, я вам покажу вот что. С 1 июля 2020 года внесены следующие изменения. Теперь, как я уже говорил, что договор заключается с помощью оплаты. Теперь не надо подписывать акт о технологическом подсоединении и выполнять технические условия. Все это выполняет сетевая организация. То есть вам не надо присутствовать, смотреть, они сами все делают. И еще самое главное, что уже не надо прибора учета тоже. Смотрите, приборы учета устанавливают тоже сетевая организация. Раньше это выполнялось за счет собственника. Теперь это выполняет все сетевая организация. Если вы какой-то щит, они там небольшие щиты ставят. Если вы хотите изменить щит или что-то еще, вы где вот в прикрепляемых документах, всегда или вордовский документ, или что напишите, что вы хотели изменить, они всегда с вами свяжутся и рассмотрят. Но это будет уже другая сумма. То есть уже, наверное, будет щиток, все равно за ваш счет как-то уже будет. То есть вы что-то будете доплачивать. Но если хотите изменить, для вас есть такая возможность. После того, как сетевая организация выполнит технические условия, подпишет все акты, все введет, вы, конечно, можете присутствовать тоже. Это если вы известитесь в сетевую организацию, что при подключении вы хотите там быть, они согласуют с вами место и время, и вы вместе тоже можете присутствовать при технологическом подключении. После того, как будет выполнено технологическое подключение, вам сетевая организация также направит в личный кабинет акт о выполнении технических условий, акт допуска прибора учета и акт об осуществлении технологического присоединения. Опять же говорю, подпись ваша не нужна. Все это выполняет сетевая организация. На этом все. С технологическим соединением вам останется только открыть счет договор со сбытовой компанией. Туда направляются все те же документы плюс вот эту пачку документов, которая пришлет вам сетевая организация. Там тоже ничего сложного нет, я не буду рассказывать про сбытовые компании эти, потому как они везде разные, и в принципе там все то же самое. И всегда, если вы иностранный гражданин, обязательно копию паспорта. А так все. С вами был канал Леводский хаос. Пока.